И так, ну что ж, Ариару, мои маленькие любители, покушать и безумно сложных и логических схем. У микрофона, как всегда, ваш поклонный слугам Амору, и это великолепная игрушечка Факторио с модом Кроссторио 2 и Space Exploration. За кадром, как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, произошли кое-какие глобальные изменения. Это коснулось вот этой части нашей базы, и я начал более-менее налаживать систему жидкости и разных процессов ячеек на нашей космической орбите. То есть здесь организована какая-никакая разгрузочная система, где разгружаются всякие бочки, то есть есть несколько типов жидкостей. Вообще она, по моим подсчетам, должна вместить аж целых пять этих жидкостей, но пока их здесь три, типа попутки, смазки и мазута. И все это нужно для того, чтобы на данном этапе производить два основных компонента. Это первое большое, а точнее огромное количество вот этой терможидкости, которая мне требуется в колоссальных масштабах для охлаждения всего этого безобразия. В связи с этим мне даже немножко пришлось перестроить всю эту систему по переохлаждению, и даже в таком варианте, мне кажется, у меня потихонечку начало это все хватать, и то это все благодаря вот этой вот системе. Ну и также здесь начала эта система ковырисовываться с мультиспектральными зеркалами, ведь они нам потребуются для производства астрономических исследовательских пакетов второго уровня. Ну и, соответственно, для того, чтобы создавать вот это вот безобразие и вот это безобразие, в больших количествах потребуется вот этот химический гель, который также здесь успешно, благодаря смазке, попутке и воде, производится. Воду я начал добывать прямо на астероиде при помощи водяного льда и обычных электрических бойлеров. Весь этот лед тает, и вода таким образом появляется. Пока что я использую именно этот метод, он позволяет мне экономить достаточно большое количество ресурсов при отправке ресурсов на орбиту. Я надеюсь, что этого льда на достаточно долгое количество времени хватит. Ну а чтобы решить проблему с большим количеством стали, который здесь копится, как я вижу, уже 2 целых склада пассивного снабжения заполнилось, я потихонечку хочу начать вот сюда вот доставлять всю сталь, чтобы она потихонечку доставлялась вот в этот вот сундук, где уже потом и использовалось бы. В любом случае, благодаря такой тотальной подготовке, я могу постепенно начинать все вот это вот безобразное производство. Потребуются какие-то маленькие части ресурсов, так что сейчас попробуем, основываясь на том, что сейчас в данный момент у меня имеется, сделать все вот это вот производство. И как я вижу, по соотношениям ресурсов оно не такое уж и требовательное. Ну, схема оказалась более легкой, если честно, гораздо-гораздо легче, нежели то, что было до этого. Посмотрите просто на это вот нагромождение и на это небольшое недоразумение. Я думал, тут придется дополнительные ресурсы доставлять, поэтому сделал небольшую доставочную систему, но, как оказалось, все до ужаса просто. Отсюда же я вывел, как у меня здесь есть, белые карты. Они идут, получается, и запиховываются прямо в астрономический центр. А астрономические центры, в свою очередь, питаются вот этими микроволновыми наблюдательными системами, которые производят вот эти телескопы. Ну, и здесь всего один рентгеновский телескоп, который, я так понимаю, делает рентгеновские наблюдательные системы. И тут такая же небольшая астрономическая система. И в итоге мы получаем данные о рентгеновских наблюдениях и данные о микроволновых наблюдениях. В свою очередь здесь остальные две карты памяти делаются еще легче. Здесь просто стоит лазерный центр, а здесь стоит гравиметрический центр. И все это безобразие при помощи астрономических данных Которые производятся аж вот здесь И при помощи дронов туда доставляются Производят все необходимые данные о линзах Ну и мне сейчас останется самое простое Взять эти 4 штучки, объединить В 5 исследовательских серверах При помощи терможидкости и холодной терможидкости Сделать так, чтобы это все безобразие производилось Я думаю, сейчас это будет очень-очень легко Хотя я как бы делаю так, чтобы Производство было все в необходимых масштабах Меня очень сильно уделяет то, что получаемые здесь в итоге масштабы Очень незначительные Возможно и скорее всего я что-то делаю здесь не так И потом я об этом очень сильно пожалею С давних пор, раз сборочка предоставляет нам такую возможность Я решил использовать вот эти вот трубы Я бы не сказал, что это как-то облегчает сильно Одна труба такая объединяет в себе ну несколько труб По сути 15 объединяет 15, 9, 9 и так далее по логике И в каких-то моментах даже это можно сказать усложнению Ведь если бы не было модификации, чтобы я проходил сквозь некоторые объекты То я, наверное, здесь бы передвигаться не смог То есть на этих трубах я, соответственно, ничего не могу строить Но есть несомненный плюс То, что давление в таких трубах, как я понимаю Сохраняется гораздо на дольших расстояниях И на перевозке терможидкостей Особенно на вот таких вот длинных дистанциях Мне кажется, вот такой вид размещения труб будет иметь несомненное преимущество Нежели я до этого размещал подземными трубами Как будет это на самом деле, покажет практика Система готова Трубы я сюда подвел И выход терможидкости обеспечил Сейчас останется лишь всю эту систему запитать, соответственно Ну и после энергетических каталогов Мне необходимо будет просто создавать астрономическое открытие Вместе с астрономическими исследовательскими пакетами второго уровня Для этого требуется всего лишь два исследовательских сервера Ну, грубо говоря, такая же система, как у нас было и до этого А знаете, что я еще обнаружил? То, что у меня здесь нету производства Несмотря на всю громоздкость этой системы Самих энергетических пакетов первого уровня И неплохо было бы где-нибудь их разместить Чтобы в дальнейшем проблем никаких не было Вот и как-то так должна выглядеть вся эта схема в моем понимании И по идее, когда все это достроят, все это сюда донесут Все это должно заработать В логистическом хранилище у меня есть какое-то количество первых астрономических открытий Так что в каком-то масштабе это все произведется А дальше я обязательно дострою все необходимое и нужное Вдруг есть одна проблема Пока я тут разбирался с трубами и еще раз с ними накотячил Давление в них опять упало И тут его крайне не хватает Из-за того, что в принципе не хватает у нас терможидкости Это пока что временно А временно это до тех пор, пока у меня не наладится наконец-то Нормальное везде и всюду производство За кадром я обязательно начну вот эту вот систему разращивать Я временно снес то, что было до этого Сугубо потому, что нужно эту систему обязательно модернизировать И оптимизировать под новые масштабы производства Ведь у нас появился новый чертеж И именно сейчас я его использую Теперь не нужно такой большой топливных радиаторов И вполне хватает вот такой вот системы Ведь у нас сейчас рецепт стоит Где мы из 499 терможидкости при 25 получаем 499 прохладной терможидкости Минус 10 градусов Этот чертеж гораздо эффективнее, нежели то, что было до этого Хотя бы по той причине, что мы теряем тем самым гораздо меньшее количество терможидкости Это во-первых А во-вторых, у нас банальное производство терможидкости происходит быстрее За счет чего нам нужно меньшее производство Сейчас же обязательно я дождусь, когда у меня начнется нормальное производство Ну или когда терможидкость здесь появится Сразу после того, как я съезжу обратно на наивис Чтобы дозаправиться, ведь кислорода осталось чрезмерно маленькое количество Оу да Очень медленно Из-за нехватки терможидкости Но эти астрономические пакеты начали производиться Ну и значит потихонечку я могу начинать исследование таким методом Постепенно я начинаю здесь увеличивать количество этих гиперохладителей Но увеличив их, не нужно забывать о том, что все-таки количество прохладной терможидкости здесь у нас не безгранично И нужно найти баланс между вот этими типами радиаторов терможидкостью при 20, минус 10 и минус 100 градусах И теперь, благодаря тому, что я начал производство астрономических исследовательских пакетов второго уровня Я могу без препятствий начинать их исследование Одно из самых приятных, наверное, что я могу здесь получить себе Это вот эти плоские солнечные панели Крафт которых мне понадобится в любом случае, что бы я здесь ни делал Ведь они появляются в большом количестве созданий И в обязательном порядке в следующей серии мы будем их производить в космическом масштабе Ну, дальше радиотелескопы, гаммы лучевые, что-то там, это все, конечно, очень безумие интересно Но это понадобится мне чуточку позже Когда я захочу создать каталоги третьего уровня С удовольствием, на самом деле, с удовольствием я хотел бы вот эти вот пилоны создавать И, по сути, у нас практически для них все готово, кроме пакетов второго уровня исследовательских То есть это вот эти вот оранжевые каталоги То есть даже не зеленые, которые мы с вами можем хоть в каком-то масштабе производить И, как показывает практика, потребуется еще куча-куча сторонних ресурсов В любом случае, сейчас, как я посмотрю, мне предстоит еще куча работы, в частности, с терможидкостями Это не самый быстрый процесс, и на него уходит гигантское колоссальное количество времени Но меня радует тенденция, что постепенно с этим начинает все налаживаться Я думаю, рано или поздно с холодной терможидкостью все придет в норму Особенно, если я не буду лишний раз косячить с трубами Ну и в таком случае, на такой прекрасной ноте я буду потихонечку заканчивать Мне предстоит за кадром уйма, как я уже и сказал, работы И неплохо было бы, прежде чем начинать что-то еще делать в следующей серии Постараться мне побольше изучить разного рода материалов и исследований Благодаря новым исследовательским пакетам Ну, кстати, вот и первое исследование пошло Ну и на такой прекрасной ноте я буду с вами потихонечку заканчивать Всем спасибо, что смотрели У микрофона было, как всегда Ваш покрым слуговому Мору Еще услышимся! Продолжение следует...